МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, по будням в это время, вашему вниманию информационная программа объектив о последних событиях из жизни города расскажем в этом выпуске новостей. Очистка Новоуральска от снега. Один из актуальнейших на сегодня вопросов. Снег в городе убирают. Правда, не везде и не всегда. Вечер, улица, фонарь и открытый люк на проезжей части. До приезда дежурной бригады ДКС неравнодушные горожане дежурили возле открытого колодца, чтобы в темноте кто-нибудь из пешеходов не оступился и не угодил в открытый люк. 21 случай сахарного диабета выявили медики у пациентов в ходе диспансеризации. Между тем, горожане не активно включились в это мероприятие. А зря. По словам врачей, именно диспансеризация позволяет выявить заболевание на раннем этапе. Возраст драйву не помеха. Водители старшего поколения состязались в вождении. Шесть команд школьников защитят честь Новоуральска на детских соревнованиях Junior Skills. Конкуренция серьезная. В состязаниях примут участие 55 команд со всей России. Состязаться будут в инженерной графике, электронике, системном администрировании и робототехнике. Зима, как это появилось на Урале, каждый год приходит нежданно-негаданно. Тема уборки города от снега в эти заснеженные дни остается актуальной. Снег и гололед активно обсуждает общественность Новоуральска. К примеру, в социальных сетях появилось обращение молодых родителей о том, что в городе, если тротуары чистят хоть как-то, то пандусы и горки для колясок заметены с начала снегопада. Продолжит Ольга Войнова. Политика повышения рождаемости в стране является одной из наиболее приоритетных. Для молодых родителей предлагаются льготы, субсидии и материнский капитал. Однако в реальности молодые родители сталкиваются с такими проблемами, о которых на административном уровне никто не задумывается. Одной из них являются пандусы и горки на лесенках, предназначенные для спуска детских колясок. Где-то их нет вообще, где-то они выставлены на таком расстоянии, что колеса колясок туда не входят. Ну а зимой они просто заметены снегом. Съемочная группа НВК пообщалась с авторами сообщения в сети. Стала проблема, что гулять с коляской было неудобно. То есть гуляешь постоянно по аллее, проходя по пандусам, они были постоянно заметены. То есть таскать коляску по заснеженным лесенкам, поднимая ее. Ладно, как бы мне еще может быть как мужчине удобно ее как-то там на себя и поднимать. А если девушка одна гуляет с ребенком, то то есть сами понимаете проблему, то что постоянно скатывать ее по лесенкам, стряхивая ребенка, как-то не очень. Поднимать еще тяжелее. Если вот первый раз все-таки почистили, если взялись за это, то можно же, как сказать, соблюдать чистоту, поддерживать ее, да, то есть в дальнейшем, если поддерживать чистоту, то она и будет сохраняться. К приезду съемочной группы бульвар Академика Кикоина как раз очищался дворниками. При появлении камер процесс очистки пошел более активно и тщательно. Комментарий относительно данной проблемы дал начальник ДКС Алексий Маев. С первого снегопада мы перешли на круглосуточный режим работы уже на зимний. Значит, зима-лето, вернее, лето-осень у нас кончилась. Ну, может быть, растает, не знаю, но уже мы уже обратно не вернемся. То есть круглосуточный режим работы как по технике, так и по людям. Ситуация подворникам несколько сложная. Значит, у нас на сегодняшний день, значит, по штату не хватает порядка 12-15 человек. Вот. Ну, не идут люди в дворники работать. Хотя я считаю, зарплата, ну, в основном работают пенсионеры. Я считаю, добавка в пенсии приличная. Порядка 14 тысяч рублей получает дворник за 6 часов работы. Я считаю, это нормально. Ну, вот не идут люди работать почему-то. Непрестижно у нас сейчас должность дворника. Если у вас есть вопросы, претензии, предложения, касаемые очистки улиц и тротуара города, вы можете позвонить по телефону горячей линии 253-42. Специалисты дорожно-коммунальной службы обязуются добросовестно отреагировать на тревожные сигналы горожан. Ольга Войнова, Павел Сизов, Дмитрий Дедюхин, Новорайская обещательная компания. Почти как у блока. Вечер, улица, фонарь и открытый люк прямо на проезжей части. Это произошло вчера вечером неподалеку от перекрестка улиц Комсомольская-Автозаводская. К нам в редакцию горожане принесли видео непосредственно с места событий, на котором видно, что происходит дальше. Ограждение возле люка появилось еще вечером. Выезжала на этот адрес дежурная бригада дорожно-коммунальной службы. Оказалось, что раздавлена сама основа этого колодца. Ее отремонтируют в ближайшее время. А до приезда дежурной бригады почти час. Вечером возле открытого колодца дежурили неравнодушные новоуральцы, чтобы в открытый колодец не угодило автомобильное колесо или, не дай бог, кто-то из пешеходов. Этот прохожий назвался Сергеем. Он сказал, что сам автомобилист и отец дочерей и поэтому не хочет, чтобы здесь кто-то пострадал. Мужчина соорудил возле открытого колодца ограждение из снежных глыб и знаками показывал автомобилистам объезжать опасное место. Благодаря этому, по счастью, никто не пострадал. Но за час здесь прошло порядка полутора сотен пешеходов и столько же проехало машин. Причем многие неслись с превышением скорости, разбивая колесами импровизированное ограждение, так что пришлось сооружать его несколько раз. Ольга Бертье, Новоуральская вещательная компания. К другим темам. На соревнованиях Junior Skills в Свердловскую область представят 15 команд, в которые войдут и школьники Новоуральска. Напомним, детские состязания Junior Skills состоятся в рамках второго национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. Напомним, он состоится на площадке Екатеринбург-экспо с 30 октября по 3 ноября. В детских соревнованиях примут участие 55 команд из регионов России. 15 из них представят Свердловскую область. В состав команд войдут школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Артемовского и Новоуральска. Новоуральский городской округ будут представлять 6 команд. Это команды Школы 40, Лицея 58 и Станции юных техников. Мы благодарим администрацию Новоуральского городского округа за финансовую поддержку в размере 219 тысяч рублей для участия наших команд в данных соревнованиях. По итогам прошлого года в Junior Skills Новоуральские школьники привезли солидный комплект медалей. Наши дети заняли 4 первых места, 2 вторых и 2 третьих. В этом году три команды формируют 58-й лицей. Ученики этого образовательного учреждения будут состязаться в таких компетенциях, как инженерная графика, прототипирование и мобильная робототехника. Воспитанники станции юных техников заявляются двумя командами на фрезерные работы на станках с ЧПУ и электронику. Ученики школы номер 40 одной командой будут состязаться в компетенции сетевое и системное администрирование. Таким образом, на Junior Skills Новоуральск заявился на 6 компетенций из 10 возможных. Также в рамках чемпионата будут организованы мастер-классы и интерактивные зоны, гонка роботов, футбол роботов, сборка и разборка 3D-принтеров, техномарафон и другие. Участие в движении WorldSkills и развитие подготовки рабочих кадров с учетом стандартов и требований – это важная часть программы Уральская инженерная школа, разработанной по поручению губернатора Евгения Куйвышева и одобренной президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, развитие движения Junior Skills – это мощный ресурс профориентационной работы, считают в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области. К теме здоровья сбережения в Новоуральске третий год проходит диспансеризация определенных групп взрослого населения. По плану в текущем году ее должны пройти более 16 500 горожан. Однако наш город находится на последнем месте среди муниципалитетов горнозаводского округа. В среднем явка на диспансеризацию составляет не более 60%. Почему новоуральцы так неактивны и как увеличить процент прохождения диспансеризации, разбирались на заседании в городской администрации. Подробности у Альбины Бабковой. На 1 октября диспансеризацию прошло чуть более 9,5 тысяч человек. Это менее 60% из всех запланированных. Главная на сегодняшний день проблема – низкая активность горожан. К примеру, в МУП «Водоканал» из 137 человек, подлежащих к диспансеризации, прошли ее только 37. Такая же примерность ситуации и на других городских предприятиях. Многие считают, что если пройден медосмотр, то снова проходить специалистов и сдавать анализы при диспансеризации нет никакой необходимости. А между тем, из прошедших диспансеризацию в этом году только у 10% отсутствует заболеваний и нет риска их возникновения. Также в текущем году зарегистрирован 21 случай вновь выявленного сахарного диабета, 5 случаев онкологических заболеваний, всего 800 новых случаев различных болезней. Заболевания протекали бессимптомно еще в начальных стадиях. Поэтому то, что пациенты обратились своевременно и прошли обследование, позволило в большинстве случаев, конечно, оказать своевременную и эффективную помощь. Руководители организации отметили, что нет обратной связи с медсанчастью. Кто из работников прошел диспансеризацию и когда, они сказать не могут. Нужно помнить, что диспансеризация – это добровольное, но самое главное – совершенно бесплатное мероприятие. Поэтому специалисты вновь взывают к социальной ответственности горожан и призывают их позаботиться о своем здоровье. А руководство медсанчасти предлагает руководителям организаций существенную экономию средств. Я понимаю, что у нас медосмотр дороже, чем в ВИТе. Но вы можете заключить договор с ВИТой на всех работников, а те работники, которые подлежат диспансеризации, заключите с нами договор. Он будет, может быть, даже дешевле. Мы потому что с вас не берем деньги за те анализы, которые входят в объем диспансеризации. И тогда вам легче будет работать с вашим персоналом. Объем делаем шире. И для медосмотра делаем заключение. И для диспансеризации какие-то анализы дополнительные даем. И, значит, анкетирование проводим. Вот эти нюансы. Альбина Бабкова, Юрий Михалев, Новоурайская вещательная компания. С сегодняшнего дня, 14 октября и по 16 число, в лесном массиве по улице Советская войсковая часть 3280 проводит дивизионные тактические учения с задействованием большого количества личного состава и военной техники. Сегодня же во всех городах Свердловской области ровно в 11.30 были включены электросирены. В регионе состоялась плановая проверка системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области. Повторная проверка также в 11.30 состоится в муниципалитетах региона ровно через неделю, в среду 21 октября. Жители просят сохранять спокойствие и не прерывать своих обычных занятий. Позитивно, масштабно, с драйвом первые городские соревнования водительского мастерства среди автолюбителей старшего поколения прошли сегодня на автодроме автошколы Юмакс. Несмотря на снежные заносы и трудные задания, все участники доказали, что возраст, а также снег драйву не помеха. За ходом состязаний наблюдала Альбина Бабкова. Все участники и организаторы соревнований встретились на центральной площади города и дружной колонной по звуке муниципального духового оркестра отправились к вечному огню, где возложили цветы в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне. Конечный пункт – автодром автошколы Юмакс, где непосредственно и проходили соревнования. Сначала теория. Участники должны были ответить на вопросы о правилах дорожного движения, а затем практические задания. Водительский стаж где-то 20 лет. Сначала на мотоцикле Урал, потом на Москвич 2140, потом машина Ода, потом сейчас Деонексия. Аккуратно езжу, соблюдаю правила движения. В ГАИ у меня вообще замечаний пока нет. На своих личных авто автолюбители показали настоящий мастер-класс по вождению автомобиля. Змейка, парковка, заезд в гараж и на эстакаду. И доказали, что возраст совершенно не мешает быть настоящими профессионалами. Самому возрастному участнику 77 лет. Удивительно и то, что среди участников представители прекрасной половины человечества, которые справились с заданиями, ничуть не хуже мужчин. Я очень люблю машину. Мы первую машину купили в 94-м году, и я сразу пошла учиться. И в январе 95-го года я выучилась. У меня стажа 20 лет. Какие у меня машины бы не были, мне они все нравились. У нас было 4 машины. Любим с салона брать. И четверочка была, и окушечка была, и матизочка была. Вот я совела. Я их всех люблю. Водить я стала потому, что по нужде. Сад. У детей свои проблемы. Хоть и машины есть, но проблемы свои, работа, дом, дети. И поэтому пришлось. На пенсию пошла. Не хотела машину. Но пришлось поменять. Была 14, поменяла на матистку. И вот уже 5 лет в сад езжу. Работой профсоюзной занимаюсь. Водительский стаж Светланы Александровны Юровских почти 40 лет. На своей маленькой, но такой маневренной оке она показала отличные результаты, чем удивила строгая жюри. Быстро, аккуратно, а главное все по правилам. А если учесть, что зимой Светлана Александровна не ездит и специально для соревнований купила комплект зимной резины, то получаются и вовсе чудеса водительского мастерства. Конечно, это впервые. Мы же уже 100 лет не ездили здесь. И поэтому очень волнительно, нервничаем. Я, например, вот все правила выучила, а когда стала экзамен сдавать, нервничаю и прямо мысли в разбег. Ну, вообще замечательно. Очень хороший драйв, поднимает настроение и вообще жить хочется. Праздник, а по-другому и не назовешь, получился веселым, задорным и позитивным. Теперь все знают, что возраст новоурайским автолюбителям совершенно не помеха. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоурайская вещательная компания. Сегодня православный мир отмечает один из 12 главных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник непереходящий, то есть ежегодно он отмечается в один и тот же день. В народе Покров день связывали с переходом от осени к зиме, после чего ожидали прихода зимних холодов. Продолжение темы у Ольги Бертье. Официальное празднование Покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии учредил князь Андрей Боголюбский. Согласно преданию, в этот день Богородица защитила жителей Константинополя от завоевания славянами. Произошло это 11 веков назад. По легенде, в одном из константинопольских храмов хранились одежды Божьей Матери. Во время осады города в этом святилище люди стали свидетелями чуда. Сама Богородица высоко по воздуху пришла царскими вратами в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова и других святых, поющих духовные песнопения. Остановившись перед алтарем, Божья Матерь сняла с головы свой сияющий покров и покрыла им молящихся людей. Этот знак означал спасение жителей города от нашествия. И войска противника вскоре действительно отступили. А позже Русь и Византия подписали соглашение о мире. На Руси с этим праздником было связано множество примет, связанных с крестьянским бытом и посвященных окончанию осени и началу зимы. С этого дня в русских губерниях начиналась пора свадеб. А само название покров-день народ связал с первым снегом, который к этому дню покрывал землю. Большинство примет и обрядов этого дня говорят о том, что к празднику следует правильно подготовиться. Очистить тело, то есть попаститься, и душу, то есть сходить на исповедь. Утром в день праздника следует омыться холодной водой, помолиться, прогнать плохие мысли и эмоции. Но самое важное, что должен сделать каждый православный в покров-день – это сходить в церковь, помолиться Богородице и нести добрую весть о празднике с чистыми мыслями другим людям. Ольга Вертьена, Уральская вещательная компания. И о погоде на четверг 15 октября. Пасмурно. Ночью минус 1,2 градуса. Днем 2,3 выше ноля. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Спонсор прогноза погоды «Столовая соляночка». Столовая соляночка. Вкусные обеды, свежая выпечка, организация праздничных банкетов. Столовая соляночка. Театральный проезд 20. Далее эфирно в Уральской вещательной компании продолжит еженедельная программа «Объективно о спорте». А сразу после смотрите передачу «Твой выбор», подготовленную юными корреспондентами из детско-юношеского центра. Приятного просмотра. До свидания.